добрый добрый день уважаемые зрители моего канала сегодня солнечный денек рисую немножко снимать свою птичку погода радует и не холодно и снежком припорошила хоть немножко птичка начинает очищаться от принесла тюк сена сейчас буду разгладывать по всем местам по гнездам по тем где птица спит вот сюда где гусь у меня ночуют буду раскладывать так покажу сейчас на поддоны так вот про этих курчик помните я покупала белых кур короче они не несутся они все ушли в линьку вот такого вида печального печальные уже обрастать начинают в общем все не все не слава богу называется яйца от них в общем-то может сказать и не видели немножко они пробросили очень-очень мелкого яйца и на этом все и еще часть кур часть кур отошла непонятно неизвестны мне причины просто как-то самоликвидировались было было потом раз и нет никаких симптомов ничего не было может быть перевод на другой корм все-таки эта птица была фабричная как я думаю ну скажем так не фабричная а из хозяйства где ну примерно такие же условия как и на фабрике перевод на корм и вот на такое содержание больше половину загубил так что вот так получается что эти куры мне обошлись дороже чем племенные посмотрите на них пингвины пингвины облезли пингвины так значит здесь сейчас на все поддоны вот на все поддоны сюда на те поддоны везде буду закладывать сено ну его в общем то через пару дней опять же не будет так как так как гуси с удовольствием его съедят но ничего на то мы покупаем сено это очень важно покупайте сено ну или заготавливайте сами вот гуси уже пришли да сейчас я отойду и вы тут навели порядок а сейчас от солнышка встану от солнышка принесла здесь малыша капусту наверное уже от нее ничего не осталось пока я ходила сейчас посмотрим сейчас посмотрим нет чуть-чуть осталось совсем немножко доедает доедает ведра мне всех поопрокидывали лопаты поопрокидывали а если вы слышите как воробушки вот там на дереве щебечу тут прямо действительно как будто весна эти сколько птичий гомон как весной так эти два товарища ох ты вы хороший кукареку малины закукарекали вчера нашли у них на полу ой ты мой золотой все закукарекали так я тоже дала всегда интересно да вообще вот от начала инкубационного яйца столько интересных этапов а что выведется потом какие подрастут сколько курочек сколько девочек курочек сколько петушков ждешь дожидаешься потом ждешь потом ждешь когда закукарекают вот они что творят от они че творят кто в доме хозяин называется эй ребята нет кеша так кеша ну что ж такое ай-яй-яй не смогла разнять ну ладно сами вроде расцепились ну конечно два таких кабана как у меня говорит супруг два медведя в берлоги никогда не уживутся а это действительно тот случай они по весовой категории одинаковые оба француза один цветной 2 белый погнал погнал молодой погнал нашу инокентия ну инокентий он стрелянный такой товарищ так он там кругами кругами ходит вам наверно не видно но я вижу сейчас на все равно сюда придут гуси а гуси слышит какой переполох полиция нравов полиция нравов они не терпят ага они гуси смотрите-ка они за кешку заступают сейчас я вам покажу вон они погнали этого белого молодого до раннего за прицеп за прицеп его погнали ай мои молодцы сейчас они его кругами погоняют и он потеряет такое желание выпендриваться другим словам не назовешь насторожил выпендриваться решил нет тут уже у них круговая порога ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку так в общем нашли яичко на полу но честно говоря мы не поняли то ли это уточка белая та которая с утятами она туда за к ним в вольер попала случайно когда мы кормили она случайно туда попала и полезла в гнездо но я этому не придала значения то ли это утка снесла то ли это кто-то из этих курочек ну ладно подождем посмотрим что дальше будет яйцо совсем маленькая так как оно было на полу но такое замызганное а сейчас я вам покажу вот сходила за яйцом вот что это нет все таки я думаю таутина так вот судя по пленке но я сейчас домой пойду от мою от помет они его затоптали ради интереса посмотрю ну смотрите что получается если это утина яйцо значит курочка вы смотрите она у нас вывелась на день космонавтики 12 апреля в ноябре она уже вывела утят сейчас утятам к двум месяцам и она собственно готова во втором разу уже нестись если это ее яйцо но я думаю это утина по пленочке вот поэтому я смотрю как будто бы утина так ладно разберемся оставим под вопросом оставим под вопросом вот уже утятки кстати наверное нужно их взвесить уже да ой по срокам посмотреть есть им два месяца или нет посмотреть что там по срокам и извесить ну я вижу визуально что они увеличились примерно вдвое вот он идет смотрите какой вот самка вот самка еще где-то третью я находила где-то третью я находила а вот третье вон третье три как раз три мне и нужно остальные мне нужны селезни крылышками можно что вы мои хорошие и не клюй не клюй под хвостом смотрите ребят очень часто ага получил у индюков стоит страны я уже об этом очень много раз говорила все равно вижу проблем у вас это у многих не решена повторю у индюков под хвостом а там где гуско отрастает на и начинают отрастать такие перышки они как трубочки белые куры понимают это так что это какие-то червячки и поэтому очень часто попку им расклевывают вот выдергивают эти трубочки смазывайте березовым дегтем ах ты моя красопета рада радуля ты меня нашла ты меня нашла ты моя хорошая вышла довольная довольная из всех собак самая маленькая самая злая кусает всех ну не так чтобы прям до до крови но кусает кто заходит в дом обязательно в штанину в цепица обязательно так о чем это я хочу ходить я увидела собаку увидела что внук идет к нам гулять сюда она-то шапка и сразу же сразу же забыла обо всем на свете принимаем поздравление вчера моему внученышу было два года два года помните когда родился да первый раз я его показала когда мы вот здесь вот вокруг хруду с ним на коляске гуляли ему еще пять месяцев было уже два года вот так незаметно а гераня бежит рейка тут же охранники охранники пришли охранники ну вот вырастет будем здесь на как на коньках кататься деда нам будет чистить будем кататься так дочь пришла дочь скажи зрителям привет ананта филиппочек ой катюш опасно так катюшка так ну что все да все посмотрели а что хотел ну показала а больше показывать нечего все как всегда он капусту доедают капусту доедают сколько не дай все съедают а еще мне надежда моя приятельница познакомились через мой канал представляете как бывает жизни привезла баранки баранки но не испорченные совершенно нормальные баранки с хлеб завода ну там бывает какой-то брак или что-то они в упаковочке да ну я даже вот лично визуально никакого брака не вижу и вот я им в день по одному пакетику вот так в водичке кидаю в тазики и они с этими баранками прямо играют как дети сейчас покажу если там еще не доели а сейчас мы сено же еще должны с вами разложить про сено уже и забыла так тихо 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 спокойно рэй нельзя ах ты поразит ну пошли посмотрим сели они баранки если не съели сейчас что дадим что он стоит за тиск получил от гусей да ты как хотел а ты как хотел это уже молодец нашел на кого клюв поднимать как говорит мне съели все баранки а пошли слушайте кот вернуться пошли уже до гаража дойдем раз мы с вами гуляем вернулся котя как я и думала он ушел на время праздников новогодних а а потом пришел и опять он сидит сидит рада ну-ка не трогай его сейчас я вам вспышку включу вспышка котя решила да правильно вы сказали что лента его сама назвала коти и котя 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 вернулся котя в шоке тряса не не лезь рэй котя котя вот он сидит сейчас мы покушать принесем котя ты хороший кот не нервничай они не достанут тебя не нервничай катюшка надо ему покушать принести а а а там для него пакетики специально кошачий купленный кеттикет можно ему какую-нибудь колбаску или что-то такое котят так а баранки чем мы пришли чем пришли стоят бурдера ждут ждут так баранки вот смотрите как увидите баранки у нас не знаю причина почему браку ну собственно говоря нас-то это только радует чуть 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 потому что были вопросы можно ли птицы давать хлеб в каком количестве ребят хлеб хлебурозе на на рейка на 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 рада тебе тоже надо будешь нет рада не будет а гера гера ушла в каком количестве но узнаете если вы хотите хлебом кормить постоянно птицы я не советую дрожжевой грибок а герочка на береги вот так молодец меня и собачки едят эти баранки так значит в большом количестве тем более не испорченный хлеб в плесень и так далее категорически не советую развивается дрожжевой грибок что приводит к грибковому заболеванию сейчас вспомню как называется вспомню как называется пока не помню но если скажу а вот такие вот баранки допустим сухарики что-то сухое там где уже вот живых дрожжей может сказать нету но есть конечно но не так чтоб прям все прямо не поели и ходе началось вздухе вот это можно сейчас еще скажу принесу 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 ну вот так вот отмокают баранки а них по чуть-чуть потихонечку съедают так как же как же как же название на к на к на к так все бесполезно сейчас только время буду терять под видео напишу где-нибудь под видео в описании напишу вспомню ой николе бактериоз а как же ах все не буду вас мучить свои своим склерозом лучше вспомню у меня даже видео уже есть на эту тему ну в общем так и хлеб тот который мягкий сырой с плесенью давать не рекомендую высушили сухарики потом их вот так размочили в небольших количествах не в качестве основной еды а в качестве так добавочки там все таки в хлебе есть и соль и какое-то количество дрожжей хотя чаще всего наверно разрыхлитель и сахар ну то есть это все птички в общем-то в небольших количествах идет на пользу но только очень умеренно и смотрите если пошел помет жидкий значит тут же прекращайте собаки мои с баранками теперь ходят друг у друга отнимают ну все что я заболталась с вами так все действительно у меня сейчас гуси уже и сено растащат и сено уже едят видите вот они прям даже к стюку подошли им не баранки им ничего не надо им сено надо сейчас буду раскладывать ну все ребятки вам всем хорошего воскресного дня отдыхайте отдыхайте наслаждайтесь жизнью погодой смотрите мой канал ставьте лайки и дизлайки я уже вас как-то просила объясняла для чего напоминаю просмотров бывает 57 тысяч просмотров а лайков 100 пальчик наверх или вниз кому как нравится но что-то надо сделать какую-то оценочку оставить пожалуйста шучу конечно так ладно ребятки пошла дела 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 меня ждут все вам доброго до новых встреч